Привет, меня зовут Даша Пушкова, Алена ставила мне запросик, она попросила меня рассказать, как я крашу свои замечательные глазки, показывать вот такой, вот такой, кокетка, ну, перейдем к делу, который я покажу, он будет такой, его можно делать совершенно любой палеткой, ну, при условии, что палетка не двухцветная, трех, четырех и так далее цветная, то есть у меня будет палетка вот такого плана, немножечко идет искажение у меня оттенка, я прошу прощения и за освещение, и за камеру, и за все на свете, у меня это палетка стил, господи, 402 оттенок, я буду сейчас делать дневной макияж, даже если эта палетка такой дневной получится, но, по идее, этот принцип он работает и с вечерними макияжами тоже, и так, ну, так как светлые оттенки переносится на мои веки, кисточка крайне печальна, то я буду носить пальцем, уж прошу меня простить за подобную манеру, на все подвижное веко и чуть-чуть на складочку над подвижным веком, далее мы берем любую удобную нам плоскую кисть, я беру кисть вот такого плана, вот, и я не заморачиваюсь по поводу того, какая кисть для чего предназначена, а мне удобно, такой я и беру, и набираю самый темный оттенок в своей палетке, у меня это вот такой, он даже немножечко с шиммером, и наношу его достаточно небрежно на уголки глаз, на, буквально так, парочку взмахов, ну, буквально чуть ли не точечку ставим, то есть не о чем, не стараемся ничего делать, особенно аккуратно, там достаточно небрежно даже можно, и теперь вот в эту часть над подвижным веком, то есть все, теперь мы берем такой оттенок поспокойнее, я возьму вот этот, вот, и им я буду растушевывать тот цвет, который я только что нанесла потемнее, или в камеру лучше смотреть, на самом деле не бьюти-блогер, поэтому я могу что-то делать не так, как тебе может понравиться моя манера съемки, если что, говори, но в корректной форме, вот, точно так же, как ты видишь, я поступаю и с складочкой, то есть я начинаю с того же момента, как я нанесла самый яркий оттенок, и с штрихующими движениями ближе к середине его разом тушевываем. Теперь нам осталось пустяшное дело, это нанести самый светлый оттенок, то бишь белый, под бровь, если ее нанести верно, то есть нанести не только вот на эту часть, но и по всей подбровной линии, то, во-первых, глаз будет больше визуально, и, во-вторых, бровь будет сама выразительнее, и этот белый цвет, он подчеркнет ее форму. Даже если она у вас не идеальная, это не испортит вашу не идеальную бровь. Нам осталось, а, и маленький фокус. Если ты, как и я, страдаешь тем, что у тебя постоянно круги по глазами, то есть один маленький фокус. Я бы не сказала, что он тебе поможет прямо гениально, но, так скажем, визуально он как бы осветлит немножечко, прибледнит синяк. То есть нужно взять какой-нибудь коричнево-матовый оттенок. Я беру свой заполнитель для бровей, коричневую его часть. У меня он от Essence. И я сначала так делаю вот так вот, то есть уголок такой, а потом я его формирую ближе к середине, и он, собственно, благодаря растушевке сходит на нет. Так, макияж почти завершен. Нам осталось только нарисовать стрелку. Но у меня уже есть видео на эту тему, поэтому я просто оставлю ссылку, как это сделать. и нанести тушь на мне, она уже есть. И, собственно, ты готова. Собственно, вот такие вот глазки у нас получились. Надеюсь, что-то видно. Не умею я, ты знаешь, показывать лицо после покраски, но вот как-то так. Сюда подойдут любого вида стрелки. Может, их даже вообще не делают. Ну, для меня глаза без стрелок, то есть она штука на мечта. Ну, для меня глаза без стрелок. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok